Пожар в подмосковном Фрязино Лавров. Причастность США к терактам в Севастополе и Дагестане несомненна. Евросоюз считает достоверность заявлений России о нападении на Севастополь, цитата, «близкой к нулевой». США все отрицают. В Дагестане проведут ревизию личных дел чиновников на руководящих постах. Макрон заявил о готовности к диалогу. Песков атмосфера доверия нарушена, нужно время. Лавров. Обращений к России по поводу второго мирного саммита не поступало. Запрещенные талибы требуют отстранить афганских женщин от переговоров в ООН по будущему страны и убрать из повестки все, что касается женских прав. Россия призывает США и Европу вернуться к обсуждению ядерной сделки с Ираном. На выборах в самом Иране лидируют клерикалы-ставленники Айеталы и Хаминеи. США включили Кению в число ключевых союзников вне НАТО. Там как раз беспорядки из-за повышения налогов. Послезавтра Путин проведет переговоры с лидером Конго. Премьера Индии Моди может посетить Москву уже в июле. Даты визита палестинского лидера Аббаса также согласованы. Помощник Путина Ушаков заявки в БРИКС подали более 30 стран. Генсек ОДКБ допускает расширение состава и функционала этой организации на фоне напряженной обстановки в мире. Америка заявляет, что не сможет сдержать Израиль, если Хизбалла продолжит удары по нему. Хамас переводит штаб-квартиру из Катара в Ирак из-за давления США и тупика в переговорах. Боррель помощь в газу не поставляется, так как большая ее часть не используется. Китай провел переговоры с Польшей. Дуда считает, они способны поправить отношения Пекина и Брюсселя. Филиппины решили не объявлять о новых миссиях в Южно-Китайском море, чтобы не осложнять переговоры с Китаем. В Южной Корее 22 рабочих погибли из-за взрыва на заводе литиевых батарей. Сообщается, что пожарных учений там не было в течение месяца. Гендиректор извинился, но заверил, правила безопасности соблюдались. Основатель Викиликс Асанж согласился на сделку с властями США и частично признал вину, чтобы выйти на свободу. Самолет с ним покинул Британию. Корпорация NVIDIA потеряла 550 миллиардов долларов капитализации за три дня. Это крупнейший и самый быстрый обвал в истории фондового рынка. Еще на прошлой неделе NVIDIA считалась самой дорогой компанией в мире. Фонд PIMCO предвидит волну банкротств банков США из-за проблем с ипотекой. Сын Газманова баллотируется в Мосгордуму. Евросоюз запретил России продавать культурные и исторические ценности, в которых есть намек на украинское происхождение. Росбизнес-консалтинг более половины россиян видит в обществе социальное неравенство. Согласно опросу, оно больше, чем в эпоху крепостного права. В Екатеринбурге власти предложили удешевить школьные обеды за счет овощей, выращенных самими школьниками. Кадыров поблагодарил Евросоюз за включение его матери в санкционный список. Он считает, что это признание заслуг в помощи СВО. Шаман объяснил свое попадание в санкционные списки тем, что он русский. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова